Мой дедушка, который всю жизнь прожил на Украине, очень рад и гордится, что получил российское гражданство. Я хотел как лучше, получилось как всегда через жопу. Говорит известный актер Станислав Бондаренко, который и сам родился на Украине. Мне это не интересно, ведь слово совсем. Воспоминания о детстве, большую часть которого Станислав Бондаренко провел на Украине, до сих пор одни из самых счастливых. Играешь? Так, отец учил в детстве. Но не доучил. Каховское водохранилище это то место, где по сути у меня проходило все детство. То есть для меня в детстве это было море. В детстве я мечтал стать пинкертоном. Один из дедушек моих, Николай Лаврентьевич Бондаренко, он вообще приехал в этот город его строить. Это он дурачка из себя строит. Сейчас стоят здания те, которые где-то участвовал в их постройке. Там ДК, Дом культуры. Кинотеатры, кстати, в котором недавно показывали один из моих фильмов. Хватит параллелей. Ты вторичен. Это кинотеатр, который он строил. Да, да. И он приходит туда сейчас после всего того, что они переживали все последние 30 лет. Вот это украинизация, потом последние законы вообще о запрете русских. Это от кого здесь энтузиазмом запахло? Вместо перегара. Боря, это ты? А, это закон, да. Это мне дед рассказывал. Это назывался закон о коренном населении, о коренном населении там Украины. То есть, если ты не говоришь на украинском языке, пожалуйста, уезжай в Россию жить. Как говорит мой дед, он россиянин украинского происхождения. У него рак с раком в сердце. И он всю эту жизнь, грубо говоря, посвятил Советскому Союзу стройки и так далее. Стройбат, так стройбат. Как он объяснил, что произошло с Украиной, с украинцами? Почему, что у них в голове вдруг произошло, что они так вот... Тебе что, в ухо ранили, что ли? Да, я ему задавал вопрос, но он говорит четко, что это, конечно же, проблема Запада. Оттуда все идет, все ноги растут там. Оттуда. Стройностью логической цепочки повержен я. Я знаю, что ты отправляешь значительную часть твоих гонораров на помощь солдатам в спецоперации. Закупаешь гуманитарную помощь. Низко тебе поклон за это, кстати. Когда рыбу поймаешь, ты ее не отпускай. Ты ее ешь. Фосфор помогает нормальные мысли формулировать. Я бы с удовольствием съездил бы. И, конечно же, людям нужно переключение от всего того, что... И сыграли бы несколько спектаклей, которые бы мы могли сыграть там на этой территории. Гражданский долг, он же как супружеский. Пять минут и все. Поэтому я жду тот момент. На самом деле, и с большой радостью поеду. Куда? На Кудыкины горы поеду. Во-первых, я встречусь с тетей с удовольствием. Она в Донецке. Встречайте, груз трястит. А твой брат там на передовой воюет. А нет, он вернулся. Вот везуха. Получилось, что война-то не закончилась, оказалось. И... Ну, одна закончилась, другая началась. Це ідиотизм. Враг тот же. Тот же фашизм. Те же бандеровцы. Дебилы! На связи? Алло, дед, привет. 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 Алло, Авринч, я хочу вас спросить. Если можно, я знаю, что совсем недавно вы получили российский паспорт. Что это для вас? И что же? Для меня это восстановление справедливости. Я был и есть русскоязычный украинец. А, вот и вскрылись коллаборационисты. И никогда я не изменял ни присяги, ни своей семье, ни своему родине. А почему вы чушны сядь? Потому что мы родом все, вы знаете, из Советского Союза. Тому смелево пензлюй в дупу. Настанет момент, когда ты сможешь приехать в свой город детства. И как в детстве с дедушкой пройти снова по набережной Днепра. Жой цицко схронам. Хотелось бы раньше. Хотелось бы раньше. Как говорил наш бригадир, покойник, долго хотеть вредно.